Спорт Лайф. Спорт по выходным. Дорогие друзья, только что вас со свежими новостями познакомила Анна Чернавкина на Спорт.ФМ. У Анны сегодня день рождения. Давайте вместе поздравим Анну с этим событием. Пожелаем ей здоровья, счастья и максимально позитивных эмоций. Ура, ура, ура. Анну, с днём рождения, дорогие друзья. Ну и мы начинаем эфир выходного дня Спорт Лайф на Спорт.ФМ. С вами Сергей Курманов. Сегодня и завтра максимально полный и подробный рассказ о спортивных событиях. Завтра мы вообще работаем до полуночи. Так что эти выходные по традиции вместе с нами на Спорт.ФМ вы, дорогие друзья, проведёте. Ну и ближайший час с нами на Спорт.ФМ чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр по велотреку в спринте непосредственно. Денис Дмитриев, доброго вам дня, Денис. Добрый день, радиослушатели и товарищ ведущий. Камрад ещё можно было меня вполне назвать. Открою маленький секрет, дорогие друзья. Пускай даже это незаметно на нашей видеотрансляции из студии Спорт.ФМ. Денис, наверное, первый человек с самыми мощными ногами, которые я когда-либо видел вообще в своей жизни. Трудности определённые какие-то имеются по этому поводу? Там джинсы себе покупать, под заказ шить их, возможно? Одна из больших трудностей, это, конечно, подобрать себе штаны. И, как правило, да, это сопровождается иногда нецензурной лексикой в раздевалках. Потому что покупаешь не то, что нравится, а то, что подходит. И подходит далеко не всё, и приходится конкретные магазины избирать, которые, возможно, находятся далеко от дома и так далее. Да-да-да. И, ну, благо сейчас, как бы, изобилие товаров у нас, как скажем, в достатке, да, и есть такие замечательные материалы типа стрейча, да, вот оно, собственно, и выручает, да. А были случаи, когда приходилось за правду на заказ пошивать себе одежду? Да, было дело, но нужно было, как бы, в ближайшее время нужно было обеспечить себя костюмом, так скажем, для особых мероприятий, да. И вот ни один костюм не налез на меня в магазинах, да, и пришлось вот с такой, так скажем, на скорую руку заказывать себе штаны на заказ. Потому что пиджак, в принципе, добрали, а вот с штанами была проблема. Но когда даже их пошили, да, была боязнь каждый раз, когда садился, думаю, ну всё, сейчас... Резкое движение одно, и штаны до свидания, да, получается? Да, сейчас штаны превратятся в этот... В элегантные шорты. Вентилируемый климакул какие-нибудь. Денис, касаемо одежды, раз уж начали мы с этой темы, я внимание обратил, когда вы приехали к нам на радиостанцию, что у вас чехол весьма специфический для телефона. Я просто опишу ситуацию, это белый чехол с такой радужной полоской из разных цветов. Вот он, между прочим, сейчас вашему вниманию при помощи наших камер в студии Sport FM. Это ведь непростые совершенно символики, правда? Да, совершенно верно. У нас в велоспорте есть такой, так скажем, одна из престижных для велосипедиста фишечек, вот. И когда ты выигрываешь чемпионат мира, тебе одевают майку такими с полосками, которые символизируют наши континенты, собственно, радужные. Чтобы понять, белая футболка, да, непосредственно. И на груди, да, с горизонтальной в районе груди идут полоски, да. И ты обязан в соответствующей форме такого стиля выступать весь сезон, что в велоспорте считается очень престижным. И касаемо чехла, это был сделан подарок коллеге, тоже чемпионке мира в командном спринте, Дарье Шмелеве. Дарья Михайловна, спасибо, если ты меня слышишь. Вот, и я с удовольствием его сейчас ношу. Нет ли ощущения, вернее, не было ли ощущения, когда впервые надели эту майку, что это скорее майка не с радужной полоской, да, а с мишенью на сердце? Да, 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 совершенно верно. То есть такое, так скажем, с этой, с майкой оделся определенный такой груз ответственности, упал на плечи, да. И уже, как говорится, в грязь лицом бить было, как бы, очень стыдно. И приходилось настраиваться очень сильно, серьезно каждый старт. И особенно, когда, ну, естественно, не получается все подряд выигрывать. И у меня в прошлом сезоне и занимал там вторые места на Кубках мира. Вот, и все-таки так стоишь и зубами скрипишь на педестале, когда ты не наверху. Денис, можно ли говорить о том, что победа на чемпионате мира, долгожданная, которые очень давно и очень долго шли, потерила карьеру на две части? Да, совершенно верно. Я очень долго гонялся, собственно, за этой майкой, за званием чемпиона мира. Так скажем, у меня было пять неудачных попыток. В 2013 серебро, в 2014 бронза, в 2015 опять серебро, в 2016 бронза, на Олимпийских играх бронза. И вот в 2018 наконец-то я ее взял. Где она хранится? Она дома у меня, как семейный регистратор. Сейфи, не знаю. Ну, здесь купили такую замечательную большую рамку, да, и ее как фотографии туда вставили из фотографии, собственно, победного финиша. Ну, очень здорово смотрится. Денис, за интервью, что я читал с вашим участием, у меня было ощущение, что вы максимально нацельный человек. То есть для вас другого места, кроме первого, не бывает. И эмоции, которые вы испытали после завершения Олимпиады последней в Рио-де-Жанейро, они были далеки от позитивных, правда? Да, наверное, скорее всего, это такая черта характера. С одной стороны, хорошая, с другой стороны, плохая, потому что я никогда не умею целиком насладиться результатом, которым я добиваюсь. Вот, и всегда очень критично отношусь к себе. Вот, и да, действительно, на Олимпиаде очень хотелось прям золото, прям вот горел, прям все у меня свербило, все чесалось. Вот только золото было интересно, и когда все-таки, вот именно когда я выиграл бронзу, да, уже на педестале нас наградили. Я как-то стоял такой, немножко с кислой миной, так скажем. Да, бронза. А когда пришел в номер, посмотрел, пришел, да, в гостиницу, держа ее в руках, посмотрел, и подумал, слушай, парень, ну это же Олимпийская медаль, ну ты чего, обалдел, что ли? И, действительно, уже как-то потом, спустя несколько часов и даже дней, я уже как-то начал осознавать, наверное. Больше ценить эту самую медаль, пускай и бронзовую, да? Больше ценить начали? Да, больше стал ценить. И, как бы, как скажем, она своего рода передала мне такой стимул, да, что она у меня уже есть, и это хорошо, это как бы здорово, то, что я ее получил, но теперь нужно как бы идти дальше. Касаемо атрибута подежды, есть, по-моему, уже завершивший карьеру бегун на 400 метров с барьерами, Феликс Санчес, он после Олимпиады, по-моему, в Сиднее купил себе специально в этом городе браслет вибрирующий, с которым выступал следующие три года до следующей Олимпиады, поскольку он не выиграл Олимпийские игры, хотя должен был выиграть, и браслет все время напоминал ему о том, чего не случилось в его жизни. Четыре года спустя он добился своего, и он выиграл. Может быть, медаль для вас будет напоминанием к Токио? Ну, естественно, конечно, я вот нет-да-нет на нее посматриваю, да, и в Японии я уже был несколько раз, уже даже катался на велотреке, на котором, собственно, будут все баталии. Олимпийский велотрек, да, на котором состоятся баталии в августе 2020 года, вот, и вот каждый раз, когда прохожу мимо полочки с этой медалью, я, как бы, ее так немножко, медаль отодвинул в сторону, тем самым, как бы, показываю, что, эй, вот еще одно место у тебя есть. Пустую специально ждет. Да, пустую специально. То есть оно, как бы, медаль для, как скажем, это бы, мозолила бы глаза перфекциониста, потому что она лежит с краешку, оставляя еще некое пространство. Денис, все ли медали, которые были завоеваны, вы храните? Были ли такие, от которых хотелось избавиться мгновенно при получении? Которые жгли руку, жгли сердце, которые просто отягощали сознание? Нет, кстати, вот такого не было, да, мне все медали нравятся, все я с удовольствием принимаю, да, и хранюсь, и висят они у меня, и каждый раз, каждая медаль, естественно, она ассоциируется с какой-то историей, с каким-то соревнованием, и с определенным этапом моей жизни, поэтому для меня все медали очень важны, там, будь то медаль чемпионата России, да, и либо медаль чемпионата мира. Напомню, сегодня в гостях на Спорт.ФМ Денис Дмитриев, чемпион мира Европы, олимпийский призер на соревнованиях по велотреку в спринте. Говорим пока о вещах таких довольно абстрактных, но тем не менее, если сравнивать то, что было в 16-м году на Олимпиаде, и то, что было год спустя на чемпионате мира, чего не хватило на Играх Олимпийских, и чего хватило в итоге на чемпионате мира для завоевания наипрестижнейшей награды? Ну, значит, на Олимпийских Играх, наверное, не хватило немножко мне удачи, да, во-первых, там сетка сложилась так, не очень удачно для меня, потому что с самым главным своим соперником я встретился в полуфинале, и, собственно, он меня отправил в заезд за бронзу, да, и вот, наверное, немножко вот не хватило какой-то удачи, и вот, как говорится, когда уже мы попали с ним, собственно, в полуфинальный заезд, и первый заезд я у него выигрываю, и он там многократ Олимпийский чемпион, и как бы все-таки, о, Дмитриев там Джейсона Кенни обыграл, его до этого никто не обыгрывал ни в одном заезде, вот, и, наверное, у меня как бы из-за этого, когда я почувствовал, что я могу действительно, немножко как бы... Волнение пошло легко, да, нервишки как бы расшатались, но и он, конечно, в свою очередь такой предпринял такой немножко грязный трюк, то есть он нарочно, когда мы выходили уже на второй заезд, он нарочно, мне кажется, что нарочно, может быть, конечно, я ошибаюсь, но он нарочно задержал старт, он якобы показывал, что я уже стоял там как бы настроенный уже, как пружинно-взвинченный, а он там якобы у него что-то с перчаткой, ну, как бы он стоял, я уже застегнул педаль, и все, я вот в полном напряжении уже готов был, а он там еще не спеша что-то делал, и так как бы оттягивал моменты, и достаточно долго это было. Игры разума, да, как говорится? Да, 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 ну, надо дать ему должное, молодец, что сказать. Хорошо, чего хватило в Гонконге на чемпионате мира для завоевания золотой награды? В Гонконге у меня есть такой замечательный наставник, тренер, который со мной работал француз, со мной работал в 2013 году, и он до сих пор как бы мне помогает в плане там каких-то тренировочных советов, рекомендаций, консультаций, да. И когда мы увидели с ним в Гонконге, он такой, ну, что ты будешь здесь делать? Я говорю, ну, попробуй выиграть майку чемпиона мира. Он говорит, слушай, может, хватит пробовать? И вот это как-то щелкнуло мне в голове, и все, у меня вот после этих слов, я вот понял, что, слушай, я вот сюда приехал только за ней, и только с ней я уеду, и все. Казалось бы, магия одного слова, одной фразы, да? Да, вот это, наверное, искусство тренерское, который вот знает, что сказать в нужную минуту. Денис, сколько вам лет? Мне 32. Есть ли вот чисто по ощущениям различия в плане подготовки, тренировочного процесса, из того, что есть сейчас, и с тем, что было, скажем, 3 года назад, 4 года назад, чувствуете изменения определенные? Нет, я как бы бодр и свеж, но единственное, что я чувствую, это, конечно, такой уже багаж опыта, да, и я уже знаю каждое свое тело очень досконально, и я уже знаю, что мне нужно сделать, чтобы прийти там к определенным этапам, да, и каждая моя тренировка уже проходит более, наверное, осознанно, да, более, так скажем... С меньшими сомнениями, да, продуманно. Больше конкретикой вы имеете в виду. Ну, естественно, нужно уже как бы о себе заботиться, потому что раньше, там, я помню, в 18 лет, там, потренировался, пошел погулял, там, еще что-то с друзьями, потом опять пришел, потренировался, соревнования выиграл, там, здоровье было как вагон, а сейчас уже такой, там, ночь плохо поспишь, такой, на следующий день уже такой, о-о-о, тяжеловато, да, вот, и приходится, конечно, за собой следить, за питанием, за сном, за восстановлением, естественно, тренировки должны быть тоже так качественно проходить, то есть уже как бы не сфилонишь, вот, приходится, приходится работать. Вообще, в велосипедном спорте каков средний возраст? Откуда мы начинаем считать, с какого именно возраста спортсменам, спортсмена уже в качестве ветерана, скажем так, у которого лучший год позади или наоборот? Ну, как такового, прям конкретного, были случаи, что нас, там, несколько лет назад, давно, Крис Хой, такой замечательный, мой кумир, кстати, британский атлет, он шестикратный олимпийский чемпион, вот он в Лондоне в 2012-м выиграл, по-моему, свою шестую медаль в возрасте 36 лет и, как бы, закончил карьеру, ну, как бы, в статусе олимпийского чемпиона, то есть, это говорит о том, что, может быть, еще он бы и смог бы и дальше покататься, наверное, но, как бы, как говорится, надо заканчивать спорт вовремя и красиво. Но ни разу не было сомнений о том, что вот мне в 20-м году будет уже 34 года, я уже буду, в общем-то, многоопытен по всем возможным параметрам, даже для этого вида спорта, где есть люди, которые и старше, и многое завоевывали, не было мысли о том, что сил может не хватить и, возможно, придется раньше закончить. Ну, как бы, такие, скажу честно, такие мыслишки посещали, да, но пока я чувствую, я вот реально чувствую, что я могу, я буду продолжать. Как только мне что-то, я пойму, что я не смогу где-то быть на пьедестале на первом месте, да, ну, там, как некоторые знают, ну, там, я поеду, ну, пятер, пятым буду, хорошо, нет, это не про меня. Снижай планку, да? Это не про меня, нет. Как только я почувствую, что я не смогу победить, все, это, наверное, будет знак к остановке. А вообще, если честно, то у меня сейчас в голове такая очень хорошая мотивация, хорошая цель стоит, такая тут точка, прям, это Олимпийские игры в Токио, да, дальше, дальше планов нет, посмотрим. Ну, на самом деле, далеко так строить планы, в принципе, наверное, затеяние самое замечательное, учитывая, что впереди еще целых два года, а это половина подготовки. А, всего все-таки, да? Да, для спортсмена это не так много, и, как бы, когда думаешь, о, у нас еще 4 года до Олимпиады, это всего 4 года до Олимпиады, поэтому, как бы, ты, многие, там, обыватели, конечно, думают, ну, что ты вот, там, не мог, там, за месяц потренироваться посильней. Я говорю, ребята, слушайте, ну, спортсмен, вот, конкретно, прям, к Олимпиаде, когда вот уже такие изнуряющие тренировки, это где-то 6 месяцев уже начинается, да, там уже за месяц уже поздно что-то либо делать. И вы, помнится, в одном из интервью говорили о том, что уже понятно за 2-3 недели до старта Олимпийских игр, кто в какой форме находится и кто куда может приехать, учитывая то, каким образом люди готовились и тренировались. Да, конечно, ты уже понимаешь, да, там, сейчас, благо век высоких технологий у нас есть, на велосипеде такой замечательный датчик, который измеряет и мощность, и скорость, и, там, частоту вращения педалей. Вот, и, собственно, по этим показателям ты такой смотришь, м-м-м, ха-ха, интересно, значит, могу что-то сделать интересное на предстоящем чемпионате. Вы по поводу мощности говорили, это, наверное, главный показатель, по которому можно рассчитывать собственную форму и, собственно, какие-то амбиции. Была целая история, связанная с ватами, я так понимаю, да? Да, 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 да. Сейчас на каком уровне находится данный показатель и к чему стремитесь? Ну, вот, собственно, что немало радует меня, то, что показатели потихонечку растут, значит, нет такого, что остановился или, там, начала уходить силушка, вот, и сейчас все растет, все хорошо, то есть, работаем в правильном направлении. Сколько вот тот самый показатель должен составлять? Там же было вычислено для ауцина по поводу для остальных. Да, есть интересный факт. Ученые сделали расчеты и замеряли, по-моему, Фелпса, Болта, вот Крис Хоя тоже нашего Вилл Списа замеряли, и вычислили такую формулу, что потенциальный олимпийский чемпион должен выдавать 28-29 ватт на килограмм. Ну, то есть, если вы весите 100 килограмм, то это 2800 ватт вы должны максимально выдавать. Если, соответственно, 50, то... Человек-энергоноситель, скажем так, да? Да, 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 да. И вот, собственно, вот такая формула и есть. Вот у меня на сегодняшний день мой лучший результат был, это 27,5 ватт на килограмм. Ну, то есть, рядом. Ну, опять-таки, расчет идет за полгода до начала Олимпиады, чтобы выйти на те самые мощности, которые требуются. Конечно, конечно. Разговор с Денисом Дмитриевым продолжим на Спорт.ФМ. Прямо сейчас время спортивных новостей. Мария Деева в студии. Маша, привет, мы тебя слушаем. Добрый день. Я начну с баскетбола, потому как в Белграде состоялись полуфинальные матчи Евролиги. Турецкий Фенербахчи победил литовский Жальгерис и пробил с финал турнира. Встреча в финале четырех завершилась со счетом 76-67. Финал Евролиги пройдет в воскресенье. Во втором полуфинальном матче московский ЦСКА проиграл испанскому Реалу со счетом 83-92. В начале поединка российский клуб завладел преимуществом, выиграв первую четверть со счетом 30-20. Однако сопернику удалось переломить ход встречи и добиться итоговой победы. Мадридцы были сильнее в каждом из трех оставшихся игровых отрезков, к сожалению. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Фонанду Декало, который набрал 20 очков. Для ЦСКА этот финал четырех стал седьмым подряд. И в шести случаях команда проигрывает именно на стадии полуфинала. Неудача российской команды стала неожиданностью. Еще и потому, что она победитель нынешнего регулярного чемпионата Евролиги, как мы знаем, в котором, например, Реал занял только пятое место. А то дистанция, а то конкретный поединок. Есть большие различия в данном случае. Плюс, конечно, очень печально не наблюдать в этом году еще одно супердерби. Классика европейского баскетбола. Фенербахче против ЦСКА. Матчи, которые не оставляют никого равнодушными. Баталии происходят дико эмоциональные. Увы, финал будет другим. Но я была уверена, что ЦСКА выиграет эту встречу. Честно говоря, перед матчами я тоже был в этом уверенном. Но по ходу игры уже убеждался в обратном. Ну, после игры главный тренер российского клуба Дмитрий Светоди заявил о том, что эта встреча не является отражением игры команды на протяжении всего сезона. А вот защитник Виталий Фридзон выразил мнение, что проводить матч за третье место теперь бессмысленно. В то же время капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа рассказал, чего не хватило армейцам в полуфинале Евролиги против Мадридского Реала. Давайте послушаем. Начало было очень хорошее. Вторая половина не очень. Основная проблема, что сбились на индивидуальные действия. И пытались визуально решить ход встречи во второй половине. Не так часто двигался мяч, не так много было легких очков. Единственное, наверное, что уже запомнено, данк Ликиты в отрыве. Единственное, из легких очков, которые, может быть, добили. И бросается в глаза. Все остальное в борьбе, в бросках, Кайл на подборе. Второй шанс. Тяжело было выиграть. Потому что на другой стороне были и легкие мячи забиты, и трех очков уже много со стороны Реала. Поэтому разница доходила до 10-12 очков. И последними бросками Нанду удалось сократить немножко. До трех очков сократили, да. Но команда соперника тоже не может все время играть плохо. Руль попал сразу в ответ. И опять шесть, опять нужно выгонить. Армейцы сыграют за 30-е место. Финал 4-х борются в Жальгереса. Матрицы в финале встретятся с Финирбахчем. Теперь к хоккею. В Национальной хоккейной лиге Вегас в одном шаге от финала. В четвертом матче 1-2 финала Кубка Стэнли Вегас переиграл. Виннипек со счетом 3-2. Счет в Сирии стал 3-1. В пользу Голденайтс российский защитник и джетс Дмитрий Куликов участие в этой встрече не принимал и за травмы. Федерация хоккея России предлагает бывшему главному тренеру сборной России Олегу Знарку продолжить работу в национальной команде в качестве консультанта. Знарок был консультантом национальной команды по ходу чемпионата мира в Дании, в котором, напомню, сборная России уступила в четвертьфинале Канаде в овертайме со счетом 4-5. Теперь к футболу. Сборная России по футболу сегодня завершила очередную тренировку на поле на базе в Новогорске и переместилась в тренажерный зал после этого. Ранее стало известно, что в практическом занятии не принял участие нападающий Артем Дзюба, который не тренировался из-за высокой температуры. Кроме того, отдельно работает в тренажерном зале Алан Загоев. Отмечу, что перед тренировкой пятеро игроков прошли допинг-контроль, но запрос был сделан на 8 человек при этом. Игроки зарубежных клубов Владимир Габулов, Роман Нуйштеттер и Дмитрий Черышев присоединятся к сборной на сборе в Австрии, куда она отправится в воскресенье. Главный тренер Ростова Валерий Карпин вновь станет отцом. Он сообщил о беременности своей супруги Дарьи. Прозвучал очень трагично на самом деле, учитывая интонацию твою, Мария. Я просто серьезно пытаюсь сказать, что кто смотрит трансляцию, можно увидеть, что я улыбаюсь при этом. Это хорошая новость в любом случае. 49-летний специалист поделился соответствующей новостью в своем инстаграме, опубликовав совместные фотографии с женой. Я напомню, что у Карпина есть две дочери от первого брака 96-го и 2001-го года рождения. На своей нынешней супруге Валерий женился летом 2017-го года, совсем недавно. Ну, не Розарио Огрое, и спасибо на этом, правда. Если вы понимаете, о чем я. Мы надеемся, что у него есть две дочери, и теперь надеемся, что Дарья ему подарит сына. Огромное спасибо Марии Идееву на Спорт.ФМ. Спортлайф Да, небольшую поправку внесу. Разумеется, Денис Черышев, а не Дмитрий. Его отец тоже хорошо зажигал в свое время. Называли его электричкой, и теперь очередь за Денисом. Будем надеяться, что он форму сумеет к чемпионату мира по футболу набрать. Напомню, дорогие друзья, сегодня в гостях на Спорт.ФМ Денис Дмитриев, чемпион мира Европы, олимпийский призер в соревнованиях на велотреке, в спринте. Мы разговор, разумеется, сегодня продолжим. У нас впереди небольшая пауза на Спорт.ФМ. Присылайте свои вопросы, свои сообщения. Звоните нам в том числе. Вайбер, WhatsApp, 925-42-932. СМС-портал 5533 в начале сообщения. Слово «Спорт». Телефон прямого эфира Спорт.ФМ. 499-60-60-90-3-2. Дальше будем говорить о тренировках, о питании, о планах на краткосрочную перспективу и о различиях велоспорта именно на треке с тем, что происходит в данном случае в Италии. Сейчас именно в «Жире до Италии». Да, идет, между прочим. Это мы тоже сегодня зацепим. Но пока небольшая пауза на Спорт.ФМ. Оставайтесь с нами. Продолжаем эфир выходного дня Спорт.Лайв на Спорт.ФМ. С вами Сергей Курманов. Сегодня в гостях на Спорт.ФМ Денис Дмитриев. Чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский призер в соревнованиях на велотреке, в спринте. Есть у нас вопрос очень хороший, поступивший от слушателей. Я имею полное право и огромное удовольствие его озвучить. Как вы думаете, как скажется участие Шейна Перкинса в составе сборной на чемпионате мира Европы? Ваше мнение, что комплекс «Айсберг» отдали все-таки не в пользование Федерации велоспорта, а зимним видом спорта? По Перкинсу два вопроса. Хороший вопрос. Сначала по Перкинсу. У нас есть такой замечательный вид, командный спринт так называемый. И есть вот, так скажем, там такая, грубо говоря, как эстафета, да, есть первый круг, второй круг. И у нас вот всегда была команда, готовая ехать очень быстро два круга. Но всегда не хватало третьего. Никак не могли найти все этого недостающего звена. У нас всегда два круга были там на уровне первого-второго места на чемпионатах мира. И вот не было. И вот мы сейчас взяли Шейна Перкинса, пригласили из Австралии выступать за Россию, так скажем, сменить гражданство и спортивные, и не только. Вот. И мы сразу же на Кубке мира установили рекорд России, новый в командном спринте. И выиграли, собственно, сам Кубок мира именно в командном спринте. Что, вот, собственно, наверное, это и есть ответ на вопрос. И будем надеяться, что, собственно, и в Токио получится в командном спринте побороться за медали. Денис, ведь Шейна Перкинса, скажем так, обхаживали давно в этом смысле. Вы с ним хорошо знакомы, причем большое количество времени. Да, мы с ним познакомились так, ну, давно друг друга знали, как соперники, так, ну, на уровне «привет, пока». А вот тесно начали общаться, это в Японии, мы когда участвовали там в японском керине, нас приглашали. Вот там мы задружились. И у него, так скажем, сложилась нелюбовь с его федерацией, потому что он такой специфический парень, да, у него есть свое мнение, вот, к которому там не хотели прислушаться. Слишком свободный в этом смысле, да? Да, да, но он такой, как творческая натура такая, он всегда думает, он всегда такой замороченный, к каждым деталям относится серьезно, что хорошо, а иногда это плохо. Вот, и я ему предложил, говорю, а ты не хочешь попробовать, вот, поменять гражданство? Он как-то так сначала в Россию, я там из Австралии, ну, а потом что-то как-то, видимо, червячок, мысль вот этого у него в голове засела, и он в один из прекрасных дней как бы говорит, а слушай, а ты тогда не пошутил? Я такой сам думаю, а я тогда не пошутил. А что это было вообще тогда? Да, ну, я говорю, ну, нет, давай попробуем, и все, мы попробовали, обратились к тогдашнему президенту Федерации велоспорта нашему Игорю Макарову, и он, так скажем, запустил процесс, помог это все дело сделать так максимально быстро, но, к сожалению, после того, как он поменял гражданство, по закону, по Олимпийской хартии, он должен пропустить, не имеет права участвовать... По-моему, два года. Два года на чемпионатах мира. На континентальных чемпионатах, то есть чемпионат Европы, он имеет право участвовать, на Кубках мира имел право участвовать, а на чемпионате не имеет права участвовать. Вот, и, к счастью, вот этот год, 2018-й, когда он уже, собственно, имеет полное право участвовать в чемпионатах мира и, собственно, в Олимпийских играх, которые будут в 2020 году. Но отбирается абсолютно на общих основаниях. Естественно, никакого, как говорится, блата, никаких этих самых, отберется, молодец, не отберется, ну, тоже молодец, чтобы попробовал. Ну, и как касаемо комплекса Айсберг, который отдали все-таки в пользование зимних видов спорта. Да, вот у нас такая, у всех велосипедистов такая есть больная тема, потому что, к сожалению, на сегодняшний день у сборной России по велотреку нет такой базы, где она бы готовилась. Нет своего велотрека, который конкретно бы могла готовиться в сборной. Нету. У нас есть велотрек в Москве, но он частный, там все по школам расписано и даже вот, как ни странно, это прозвучит. Для сборной не всегда там находят время, окошко, да. Есть в Питере хороший велотрек, да, но он там тоже частный, там в основном спортсмены Санкт-Петербурга тренируются и тоже там для сборной, опять же, там тоже трудно выбить. То есть у нас нет центра подготовки именно трековиков. И когда вот прозвучала новость, что, возможно, после Сочинской Олимпиады переоборудуют Айсберг велотрек, мы там все захлопали в ладошки, такие, ну неужели у нас появится своя база еще и в Сочи, то есть в климатических условиях хорошие для велосипедистов. Вот. И мы так обрадовались, а потом это как-то перешло в какой-то дебаты. Да, да, нет, нет. И в итоге... Кормили завтраками, да? Да, да, да. И в итоге это все как бы сошлось на нет. Ну, насколько я знаю, не буду говорить, что информация прям достоверная, но посчитали, что, собственно, переоборудовать Айсберг под велотрек будет гораздо дороже, чем построить рядом велотрек. И сказали, лучше мы построим рядом велотрек, чем будем переоборудовать айсберг. Ну, собственно, вот мы до сих пор ждем, когда же у нас будет свой велотрек. Дмитрий, друзья, прямо сейчас общаемся с нашим коллегой-корреспондентом радиостанции «Спорт-ФМ» Вячеславом Илюшиным, который своими глазами наблюдал за очередной тренировкой сборной России по футболу в Новогорске. Слава, привет, мы тебя слушаем. Да, здравствуйте. Ну, понаблюдать удалось всего лишь за малой ее частью, хотя тренировка сегодня действительно была большая, несмотря на то, что вчера говорилось, что сейчас занятие, может быть, не самое активное. Сегодня порядка двух часов занималась наша сборная. Сначала на поле, потом отправились уже в тренажерный зал. Из тех, кого сегодня не было, Алан Загуев занимался изначально в тренажерном зале по специальной программе. Артем Зюба по-прежнему у нас с температурой пока в номере лежит. Ну, собственно говоря, все себя довольно неплохо чувствуют. Хотя поначалу показалось, когда ребята выходили с поля, что у Газинского какое-то небольшое повреждение, но, как удалось узнать, никаких столкновений серьезных во время закрытой части тренировки не было. Врачи никому помощь не оказывали. Ну, а потом, когда уже, на самом деле, казалось, что надежды не будет и никто к нам не придет, все-таки пришел сначала Роман Забнин, потом Толяр Кузяев. Ну, и я предлагаю сначала Романа послушать. Он как первый сегодня вышел к журналистам и поговорил с нами. Мы провели две тренировки. Вчера была втягивающая. Это везде так, и в клубах, и в сборных. Первая тренировка, когда собираюсь, всегда втягивающая. Сегодня мы сделали тест. Всегда тоже его делаем, чтобы проверить наше функциональное состояние, как на данный момент мы сейчас готовы в целом. А все остальные упражнения, они футбольные, с мячом. Пока что ничего не отличается от того, что было раньше. Обычное дело, обычная подготовка к предстоящим играм. То есть ничего особого мы не делали. Чуть-чуть ноги, чуть-чуть верхний плечевой. Всего по чуть-чуть. Ну, знаю, что наш первый соперник, Сауцкая Аравия. Там, не знаю, сколько игроков ездили в какие-то клубы. Там, видимо, проходили стажировку. От кого-то я слышал, либо где-то прочитал. Ну, то, что касается других следующих команд, там, в принципе, все-все-все знают. Лидеров Салаха, там, Суареса, ну, и достаточно еще серьезные футболисты. Поэтому пока что на этом все. Сейчас, на данный момент, готовимся просто к чемпиону мира. Вячеслав, слушаем тебя. Да, ну и, безусловно, да, конечно, главными вопросами были соперники. И вчера задавали Федору Смову, Федору Чалову эти вопросы про Саудовскую Аравию, про сборную Египта, соответственно, про Уругвань. Ну, да, тут, наверное, в меньшей все-таки степени. Ну, и, безусловно, и соперники, и давление, это было, наверное, одним из главных тем, когда к нам уже чуть позже вышел и Далер Кузяев. Я предлагаю его тоже послушать. Думаем о том, чтобы удачно выступить, проявить себя, показать всему миру то, как может играть наша сборная. И, надеюсь, у нас все получится. Ну, также я могу и про себя сказать. Хорошо выступить на чемпионате мира, проявить себе все те же слова. Конечно, я чувствую себя более комфортно по сравнению с сетямбрьским вызовом, так как тогда только впервые был вызван на сборную. Сейчас уже влился в коллектив, уже легче намного, и чувствую себя комфортно. Это, конечно же, большая честь для нас, это большой праздник. На чемпионате мира сыграть – это редкость, а на домашнем – это вообще. Так что чувствуем мы эту ответственность, которая ложится на наши плечи, и попытаемся порадовать нашу страну, болельщиков. Ну, в общем, все ждут, безусловно, чемпионат мира. Может быть, пока, да, конкретной подготовки, опять же, повторюсь, по соперникам в группе нет. Ну, а нам пока остается ждать только завтрашней тренировки. Она будет последней на данный момент в Москве. После чего, я напомню, сборная отправляется в Австрию, где будет уже свой тренировочный сбор и, соответственно, матч против сборной Австрии. Огромное спасибо. Это Вячеслав Илюшин, наш коллега-корреспондент радиостанции «Спорт-ФМ». Который сегодня побывал на тренировке сборной России по футболу в Новогорске. Продолжаем эфир выходного дня «Спорт-ФМ». С вами Сергей Курманов и наш гость Денис Дмитриев, чемпион мира Европы, олимпийский призер соревнований на велотреке в спринте. Прямо сейчас мы наблюдаем из студии «Спорт-ФМ» за тем, что происходит в Италии. Там продолжается веломногодневка «Джиро» от Италии. Ну, разумеется, невозможно отличиться от таких событий даже тому человеку, который занимается схожим видом спорта, но все-таки отличающимся. Да, ну, конечно. Это, грубо говоря, как сравнивать в легкой атлетике марафон, да, и спринтеров. То есть, вот я, грубо говоря, выступаю в спринте, да, то есть, где Усейн Болт бегает 100 метров, и там ребята, которые по 50 километров бегают. Здесь то же самое. Здесь у меня, в принципе, самая длинная дистанция на велотреке – это вот как раз командный спринт, это в районе 40 секунд. Вот. А ребята там на велосипедах по 4-5 часов, по 6 даже есть этапы и ездят. И, конечно, это на протяжении нескольких недель, что, в принципе, мне кажется, нормальному человеку нереально сделать. То есть, исходя из ваших высказываний, не было никогда желания, пускай и подсознательного, я бы вот тоже хотел, как они. Ну, я когда начинал, честно говоря, я начинал вот на шоссе, да, и тренировался. Ну, естественно, когда я еще был маленького возраста, там, 14-15 лет, мы такие, конечно, объемы большие не делали, но все равно, как бы, я начинал, даже какие-то соревнования юношеские ездил. Вот. И мне достаточно нравилось это. Вот потом, как говорится, по воле и судьбе пришел на велотрек и вот попал к тренеру, который именно готовит спринтеров на велотреке. И все, и так и там остался, понравилось и до сих пор. Да, вот Джиро де Италия вот идет уже. У нас, к сожалению, самый яркий такой спортсмен, это Эльнур Закарин, не участвует на ней, он готовится к Tour de France, к более крутой, так скажем, гонке. Будем надеяться, что, наконец-то, ему удастся что-то изобразить, потому что у нас уже давненько не было ярких побед на шоссе, и уже все соскучились по ним, все любители велоспорта. Последний раз, вот, кстати, Джиро де Италию в 2009 году выиграл Денис Меньшов, и это вообще было, то есть, вот я даже говорю, у меня мурашки по коже бегут. Вот, и уже, как все соскучились по ярким победам на шоссе, и вот мы ждем, ждем вся надежда на, так скажем, подрастающее поколение, и, собственно, Эльнура, и остальных членов сборной. Вот, и будем, собственно, следить за их успехами и результатами. Денис, как спортсмены, которые гоняют по треку, смотрят на людей, гоняющих на шоссе? То есть, я имею в виду, как на старших братьев, на младших братьев, на ровню. Ну, да, у нас всегда такая есть некоторые баталии, потому что ввиду специфики работы, не всегда коллеги, так скажем, по шоссе понимают именно подготовку спринтеров. Ну, у нас спринтеры, это в основном отрезки, они говорят, вот, вы там спринтеры, там, раз дернетесь и сидите, там, отдыхаете 15 минут, там, 20, вот, попробуйте, там, 4 часа на шоссе проехать. А мы говорим, а вы попробуйте до 80 километров в час разогнаться. Вот, и, собственно, такие, вот, ну, мы всегда следим, вот, честно говоря, вот, спринтеры, я знаю, не всегда всесторонние, да, мы всегда следим за успехами на шоссе, а вот шоссе, они, кстати, не всегда следят за спринтерами, но... С высока поглядывают все-таки, да? С высока, так скажем. Ну, естественно, там совсем, скажем, другой мир, да, там совсем другие контракты, да, там все более замешано на коммерции, но все равно я вот дружу с... Вот у нас наша команда Газпрома, да, Русвела, у нас там вот ребята, я всегда слежу за их успехами, да, и они там иногда бывают, там, ну, там же на шоссе тоже есть своего рода такие спец... Спецучастки, скажем. Спецучастки, я имею в виду направленности спортсменов, то есть особенности. Есть спринтеры тоже, ну, так скажем, на шоссе, да. Есть, кто в гору хорошо едет, есть такие равнинные, там, у кого хороший индивидуальный ход и так далее, в общем. И я вот с ними общаюсь, даже иногда они меня спрашивают, там, слушай, Дэн, а как там вот сделать, чтобы там ваты прибавились? Консультации. Да, консультации, вот, и я всегда стараюсь им помогать. Разумеется, я очень рад тому, что именно вы затронули тему контрактов и всего остального. Вопрос максимально низменный, насколько велики различия с точки зрения гонораров между токовиками и шоссейниками? Ой, ну, это даже, мне кажется, несравнимо. Это все равно, что сравнивать, не знаю, даже в какой-нибудь футбол, наверное. Или мини-футбол, да. Футбол и пляжный футбол, наверное, так. Вот то же самое, наверное, и на шоссе. То есть, ну, как бы, всегда, всегда была такая немножко, такая легкая зависть, потому что там ты чемпион мира выигрываешь, да, и как бы чемпион мира на треке, ну, да, здорово, круто. А вот если чемпион мира на шоссе, это вообще-то и там царь, и бог, и король. Тоснулся за током потолка, что называется. Да, 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 да. Но наверняка же хватает и коммерческих стартов по ходу сезона в ваших дисциплинах. Ну, меня вот, кстати... И там только по приглашениям получилась история. Да, есть история по приглашениям, тебя приглашают, есть так называемый шоу-рейс, так скажем, гонки-шоу. Это вот они, как правило, зимой проходят, там в Германии есть шестидневная гонка, там приглашают. Но, к сожалению, вот, как большинство этих, так скажем, коммерческих стартов совпадают с очень важным периодом моей подготовки. И я всегда даю предпочтение в сторону подготовки, потому что, ну, как бы говорится, погонишься за... Двумя зайцами, да. Да, да, ни одного не подстрелишь. И оно было дело... Я давно хотел тоже попасть в Японию, в легендарную, там есть, так скажем, такой вид особенностей, где Керри называется. Он, кстати, олимпийский вид на Олимпиадах, он разыгрывается медаль в этом виде. И там у них вот этот вид, собственно, и был придуман, по-моему, там чуть ли не в 50-х годах. И у них разрешено на этот вид делать ставки. То есть приезжают спортсмены, они приглашают иностранцев, там есть свои гонщики. По-моему, вот в прошлом году было зарегистрировано всего 2500 киренистов. И которые, грубо говоря, сидят в Японии, и они вообще не знать, не знают, что есть другой велоспорт где-то в мире. У них там чисто, как говорится, своя каша. Консервативная максимум. Да, да. Но японцы приглашают, так скажем, лучших гонщиков мира, так сказать, посражаться с японскими самураями, там, Керрина. И вот там есть такие коммерческие старты, которые позволяют немножко, так еще, скажем, заработать какие-то средства. Красненько Керри, он вам интересен. Насколько это ваш вид? Он такой, вид у меня по настроению. У меня вот бывает, то получается его есть, то не получается. Я долго с этим боролся, анализировал, думал, да что не так, да почему? У меня вроде индивидуальный ход такой неплохой, то есть я могу там быстро проехать. Но, собственно, у Керрина там есть такая своя особенность, да. Вот я специализируюсь на спринте. Спринт это, грубо говоря, такая как сетка, если смотреть, то один против другого едут и так до финала пока двое не дойдут. Олимпийская система. Да, и там уже будет как бы выяснять, кто будет золотым победителем, кто станет серебряным призером. А в Керрине есть афтические особенности, которые немножко иначе влияют. В одном заезде, грубо говоря, похоже на шортрек, там едут одновременно в финале едут шесть человек. То есть ты едешь один против пятерых. И вот надо чувствовать вот это вот каждое движение каждого спортсмена, что мне не удается. Но есть специалисты, которые очень это хорошо чувствуют. Огромное спасибо, Денис Дмитриев на Спорт.ФМ. Ждем еще, Денис. Все, всего доброго, до свидания. И, кстати, приглашаю всех на Садовое кольцо. Любительская гонка 20 мая будет. Приходите либо посмотреть, либо поучаствовать. Еще можно подать заявку, насколько я знаю.